Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Дорогами славы. В честь 73-й годовщины Великой Победы анапчане устроили массовый легкотлетический забег. Известно, что побеждают не одиночки, а побеждают коллективы. Один за всех и все за одного. Юные разведчики и кадеты продемонстрировали навыки работы в команде. Танки все делали сами, ручная работа, сами руками делали, лепили фигурки. Война глазами детей. Маленькие анапчане по-своему рассказали о событиях Великой Отечественной войны в стихах, рассказах и инсталляциях. Как рыбы в воде. Анапские спортсменки завоевали весь пьедестал почета на городском первенстве по синхронному плаванию. Все выполнили. Из этого были и опасные моменты, и голы. Анапская против Цибанабалки. Спортсмены, станицы и села выясняли, кто из них сильнее в футболе. Теме выполнения поручений главы Анапы было посвящено общегородское планерное совещание. Приоритет подготовки к высокому сезону, а это значит содержание в чистоте и порядке пляжей. Принципиально нет несанкционированной торговли. Юрий Поляков требует от подчиненных добросовестно исполнять и свои обязанности, и результат не заставит себя ждать. О работе с налоговыми должниками. В выступлении исполняющие обязанности заместителя главы Натальи Богдановой. Наибольшая недоимка по земельному и транспортному налогам с физических лиц, а именно эти налоги идут в местный бюджет. Юрий Поляков поручил активизировать работу в сельских округах, где проживает большая часть должников, а также взять на контроль все расходы муниципалитета. Наша задача оптимизировать, оптимизировать расходы, которые несет муниципальное образование. Мы их реально можем оптимизировать, но кому-то это просто не нужно, а нам с вами нужно. Поэтому возьмите на контроль все эти вопросы, все, что касается денег. Понятно, да? Мы провели анализ конкурсных процедур, которые за 4 месяца были проведены. 181 была процедура и достаточно большая экономия, 29,5 миллионов сложилось. В социальной сфере тоже идут серьезные процессы. Строятся два детских сада. На Крымской самое начало, на улице Лазурной уже установка сантехники и отделка помещений. Ведется системная работа по пресечению неформальной занятости, а также организована проверка доступности общественного транспорта для маломобильной категории граждан. И сколько у нас таких транспортных средств, Юрий Егорыч? 10. А всего сколько по городу ходят? Всего 300. Всего 10. Скажу так, они все должны быть вот такие. Максимально нужно стремиться к тому, чтобы не просто два маршрута, а чтобы как можно больше самих транспортных средств было, а с такими откидными трапами. Самый острый на сегодня вопрос – подготовка курорта к высокому сезону и выполнение поручения главы Анапы. Никакой не санкционированной торговли. Создать штаб, фотоматериалы, членами штаба сделать, полицию, глава кругов, начальника управления. Каждую среду под моим председательством фотография и разбор полета. Почему эта точка стоит, почему с ней ничего не сделано. Горького 2. Это что за пристройка там? И опять я слышу какой-то бред, частная земля. Я не возражаю. Но она для чего дана, частная земля? Тогда изначально начните по Горького 2. Как там выросло это кафе? Вам поручение. Я спрашиваю у коллег. Нам в городе это нужно? Не нужно. Таких нелицеприятных примеров Юрий Поляков привел несколько, потребовав по всем прозвучавшим поручениям дать ему исчерпывающие разъяснения и результат. В Анапе отметили годовщину присвоения звания города воинской славы. Возле памятной стелы собрались ветераны, а также молодежь, в том числе юные казаки, кадеты и юноармейцы. На Анапской земле совершали подвиги воины Красной Армии и моряки-черноморцы. Свой бессмертный подвиг на Анапской земле совершил легендарный капитан, герой Советского Союза Дмитрий Калинин. Участники вспомнили все вехи боевой славы Анапы, героев, которые погибли, освобождая город и район всех, кто не вернулся с полей сражений. Их память почтили минуты молчания. Торжественным маршем прошли кадеты и юные казаки. К стеле возложили цветы. Почетное звание «Город воинской славы» Анапе присвоено президентским указом от 5 мая 2011 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества. Благодаря всем поколениям Россия сегодня живет. Россия освобождала всю Европу от немецко-фашистских захватчиков. И именно советскому солдату рукоплескала Европа. И Жуков со своими любовцами водружал красное советское знамя над Рейскахом. Мы должны этим гордиться. В церемонии приняли участие спортсмены, которые вышли на дистанцию легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-й годовщине Великой Победы. Ее провели в рамках краевой акции «Спортсмены Кубани» во знаменовании победы в Великой Отечественной войне. Забег проходил по символическим для города воинской славы местам. Школьники, студенты, рабочая молодежь всего порядка 500 участников. Команда Первомайского сельского округа настроена решительно, хотя соперники в этот раз очень сильные. Даниил учится в 11 классе. Его прадед танкист погиб на войне. Остались только обрывки воспоминаний, которые передают из поколения в поколение. Сам он занимается дзюдо и самбо, увлекается легкой атлетикой. Я летом просто бегаю. Мне интересно, смогу бы я здесь что-то показать. Здесь, конечно, сильные участники, но я думаю, если нас человек 10 побежит, не знаю, в пятерку, в четверку залезть. Общая дистанция порядка 3,5 километров. По памятным местам мимо сквера боевой славы место высадки морского десанта, освобождавшего Анапу. Русских ворот, оставшихся от бывшей турецкой крепости. Дорогие ребята, вы должны помнить имена тех, кто вписан золотыми буквами в гранит. Вы должны помнить, что мы многим им сегодня обязаны. То, что мы живем под мирным небом. Мы сегодня стремимся вам создать все условия. И это благодаря тем, кто отдал свою жизнь, освобождая Отечество. Тех, кто прошел Европу, освободив ее от немецко-фашистской чумы. В этом году традиционные эстафети присоединились командой Всероссийского детского центра «Смена» и общества «Динамо». Они бежали вместе с сельскими округами. Еще два забега среди школьников и один студенческий. Марш! Всего 10 этапов протяженностью от 200 до 700 метров. Одна из главных задач – грамотно расставить участников. Кто-то может, что называется, рвануть, а кто-то более вынослив. Финиш студенческих команд оказался достаточно плотным. Первый! Нет! Первая – Лидия, студентка Анапского индустриального техникума. Легкой атлетикой занимается со второго класса. По ее словам, команда в этом году достаточно сильная. Ей даже не пришлось выкладываться на финише. Неплохой разрыв заложили партнеры по команде. Да, вообще, отличную фору. Я даже не ожидала, но все отлично и все хорошо. На втором месте – команда Анапского филиала МПГУ. На третьем – сельхозтехникум. Первые места в своих забегах заняли команды 12-й и 7-й школ. Серебро – у 31-й и 6-й, а бронза – у 12-й и 17-й школ. В группе, где соревновались сельские округа, второе место у команды Виноградного. А первое и третье заняли динамовцы. Организаторы надеются, что в будущем году к ним присоединится больше трудовых коллективов. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Без прошлого нет будущего. Под таким девизом анапская молодежь посетила ветеранов накануне Дня Победы. В акции приняли участие более 50 человек. Они навестили каждого участника войны, проживающего на территории муниципалитета. Ветеранам вручили подарки, поблагодарили за мирное небо и поздравили с самым важным праздником страны. Подарочный набор цветы и открытки, сделанные своими руками. Такие приятные сюрпризы анапская молодежь преподнесла ветеранам и участникам Великой Отечественной. Акция стала уже традиционной. В городе-куроте она проходит шестой раз под эгидой Совета молодых депутатов. Я думаю, что 9 мая – это самый важный праздник в году, потому что мы, наверное, живем здесь благодаря победе. То, что возможно объединить, и когда объединяются все, мы вспоминаем всегда, когда у нас есть бессмертный полк. Так же здесь, наверное, все происходит. То есть быть безразличным – это не та история. Разделившись на группы, добровольцы прошли по всем важным адресам. Ветераны не скрывали эмоций и благодарили ребят за внимание и заботу, отмечая, что для них самое главное – чтобы следующие поколения сохранили память. Они же создали нам благоприятные условия для нашей жизни, для нашего развития. Очень много стараний и труда внесли в нашу новую жизнь, в наше поколение. Всего в эти дни волонтеры навестили около 100 участников Великой Отечественной войны. Кроме того, все ветераны, проживающие на территории Анапы, получат адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Сегодня в России отмечают День радио. Именно 7 мая 1895 года физик Александр Попов явил миру первый радиоприемник. Праздник отмечают все работники отрасли. На базе цель радиокомпании «Анапа-регион» уже более 10 лет вещает радиостанция «Европа плюс Анапа». Все эти годы из анапских приемников на частоте 102,8 FM звучат городские новости, прогнозы погоды, полезные информации, интерактивы со слушателями в прямом эфире. Наш сетевой партнер «Европа плюс» уверенно удерживает звание «Радио номер один в России». Мы благодарим наших радиослушателей и партнеров за то, что они с нами. От имени телерадиокомпании «Анапа-регион» «Европа плюс Анапа» я поздравляю всех своих уважаемых коллег с этим профессиональным праздником. Королям и королевам эфира удачи, счастья, здоровья и, конечно же, новых успехов в нашей нелегкой, но очень нужной профессии. Фильм о жизни матери Марии, снятый в Анапе, покажет канал «Культура» 8 июля. Документальную картину «Возвращение домой», посвященную легендарной женщине, поэтессе Серебряного века, общественному деятелю, участнице французского сопротивления Елизавете Кузьминой-Караваевой, снимали в Анапе прошлым летом. В музее Горгипия матери Марии посвящен целый выставочный зал. Мать Мария совершенно удивительный человек. И многие вещи, например, для меня открылись только здесь, в Анапе. Потому что интуитивно я чувствовала, что Анапа – просто необходимый эпизод для этого фильма. Потому что, чтобы объяснить ее поступки и решения, которые она принимала уже в эмиграции, безусловно, нужно понимать, чем этот человек был напитан. Это, безусловно, южанка. Человек, пропитанный солнцем, морем, ветром. И вот все это напитало ее характер. Также съемки проходили в Санкт-Петербурге, Париже и Равенсбрюке. Фильм покажет уже завтра на канале «Культура» в 18.45. Анапа в военной шинели. Так называется конкурс, переуроченный к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Творческие работы в самых разных жанрах прислали юные анапчане. Специалисты отмечают их искренность и многогранность. Не узнал я отца как-то сразу. Он на фронт уходил молодым. Был веселым. И я с наглазом. Возвратился усталым, седым. Юные чтецы о минувшей войне. В зале сверстники, жюри, почетные гости. Среди них председатель Совета ветеранов Анапского сельского округа Эдуард Мавян. В холле выставка работ в самых разных жанрах. Организаторы никак не ограничивали юных участников. На этом рисунке сапер, который обезвреживает мины. Рядом короткий рассказ о прадедушке, ушедшем на фронт в 17 лет, на счету которого более 200 обезвреженных боеприпасов. Бронепоезд отбивает атаку где-то под Новороссийском. А здесь целое сражение. Его авторы – ребята с ограниченными возможностями здоровья. На сюжете уже идет атака на Анапу. Освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Танки все делали сами. Видите, ручная работа. Сами руками делали. Лепили фигурки. Среди работ много проектов-мемориалов. Организаторы отмечают, что все они искренние. Мальчишки и девчонки работали с максимальной отдачей. Советовались со специалистами по поводу фактов и формы подачи материала. Здесь дети своим отношением, своим трудом, своими работами показали, что они помнят, именно они помнят эту войну, они помнят своих бабушек, дедушек. Вот это главное. Во-первых, конечно, у всех это прослеживается гордость за своих предков, за то, что они освобождали нас. Есть и скорбь, есть радость победы. Понимаете? Ну, вот как то и в песне. То есть оно все здесь отражено, как в песне «День победы». То есть все, несмотря на то, что это дети. Понимаете? Но у детей иногда на род эмоции более выражены. Конкурс приурочен к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Его придумали провести в Совете молодых депутатов города-курорта. Всего на суд-жюри представлены 53 работы. Это первая пробная такая, можно сказать, акция. И приятно, что со всей Анапы участники с разных школ, гимназий присутствуют в данном конкурсе. Цель именно патриотическое воспитание нашей молодежи, чтобы они знали и помнили, чтили предков, которые вложили огромный вклад в нашу страну и отдали многие из них жизни на полях сражений. Окончательные итоги конкурса подведут в День победы. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В День Святого Георгия Победоносца анапская дружина разведчиков организовала игру на открытой местности. Юных скаутов поддержали и учащиеся казачьих классов. Более 90 человек проявили себя в творческих, силовых и командных испытаниях. Клад, управляй. Заходи, Влад, сюда. Вот, молодец, класс, понял принцип. Так, отлично. Один из самых сложных этапов – ходули. Здесь важно уметь работать в команде. Нужно не только соорудить из брусьев и веревок устойчивую конструкцию, но и привести одного из участников команды к финишу. Пока два человека перетягивают канат в свою сторону, остальные помогают держать равновесие. В это же время на другой площадке юные механики изобретают велосипед. Точнее, учатся его правильно разбирать и собирать. Этот этап обучает детей ремонтировать велосипед при какой-то любой поломке. Когда, например, велосипед попал на стекло, там, ну, замена колеса или камера – это очень важная тоже вещь. В состязаниях приняли участие все звенья юных разведчиков города-курорта, а также казачьи классы пятой школы. По словам организаторов, все станции направлены на укрепление командной работы, исполнение военно-патриотических песен, лыжная эстафета и оказание помощи раненому. Участники блестяще проявили себя и показали высокие результаты. Наша задача – создать не индивидуума, а коллективы хорошие, потому что известно, что побеждают не одиночки, а побеждают коллективы. Поэтому мы, казаки, и в организации юных разведчиков стараемся создавать звеновые такие отделения, звенья, отделения, чтобы они умели самостоятельно выполнять какие-то задания, необходимые для того, чтобы в дальнейшей жизни себя как-то определить, выстоять, преодолеть какие-то трудности совместно. Не так давно юные разведчики АНАПы вернулись из похода. Они побывали в казачьем курине Вольница в селе Горькая Балка, где провели практические занятия и игры. Через несколько недель по пути юных скаутов планируют отправиться и анапские кадеты. Ольга Родина, Ксения Сепко, Роман Беркалеев, Анапа-регион. В Анапе состоялось открытое первенство по синхронному плаванию. Более 120 человек из Анапы, Краснодара, Таганрога и Ростова в течение нескольких дней боролись за право стать лучшими. Синхронное плавание, или как его еще называют балет на воде, с каждым годом становится все популярнее. Соревнования проходят третий раз. В этом году они приурочены к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. У нас проводится третий раз, и третий раз мы проводим этот турнир по обязательной программе, потому что даем возможность поучаствовать всем и маленьким самим деткам, которые делают у нас детские фигуры по дельфиннику 1, дельфинник 2 и старшие фигуры. А также мы проводим соревнования по комбинированной программе, потому что считаем это более зрелищная, самая массовая программа в синхронном плавании. Участницы соревнуются в нескольких возрастных категориях – 13-15 лет и моложе. В программе комбинированные выступления, дуэты и обязательная программа. В этом году синхронистки Анапской спортивной школы «Виктория» одержали ряд ярких побед, в том числе и на первенстве Краснодарского края, а некоторые пополнили ряды краевой сборной. На этих соревнованиях они также выступили на высоте. Мы ходили на тренировки, силу подкачивали, потом мы занимались хореографией, и у нас все получилось. Сначала мы просчитываем на суще, потом мы просчитываем на воде, на счет, на лестнице. Мы так просчитываем, каждую деталь по частям отрабатываем. По итогам состязаний Анапская команда не оставила ни единого шанса своим соперникам. Весь педистал почета во всех программах заняли исключительно анапские спортсменки. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе стартовал открытый чемпионат по футболу, посвященный 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 13 команд из сельских округов в течение трех месяцев будут бороться за право стать лучшими. Первая игра прошла в станице Гостогаевская. На поле встретились футболисты из Сыбанабалки и Анапской. Слажено, уверенно и четко. Уже с первых минут футбольный клуб Анапская начинает серьезную атаку ворот соперника. Темп игры заставляет футболистов из Сыбанабалки идти на грубые нарушения. Уже в первом тайме они зарабатывают целых два пенальти, которые игроки из Анапской успешно реализовывают. По итогам первой половины игры счет 2-1 в пользу станичников. Я считаю, процентов на 80-90 установку выполнили. То есть были атакующие действия, там единичные случаи по обороне, небольшие по марочке. А так все выполнили. Из этого были и опасные моменты, и голы. Но уже на первых минутах второго тайма Сыбанабалка сравнивает счет. Борьба развивается настолько жестко, что судья дает игрокам обеих команд желтые карточки. Впрочем, футболисты из Анапской быстро мобилизовались, навели дисциплину и успешно забили еще два гола. По итогам игры со счетом 4-2 победил футбольный клуб Анапская. Здесь отличились нападающие Андрей Кумпан, он забил два гола, и по одному мячу Рубента Наконян и Владимир Подшивайло. С Сыбанабалки не хватило собранности в команде. Они начали ругаться между собой, заводить другую команду, и это привело к их поражению. Развалилась вся команда. Команда Станица Анапская, они собраны. У них есть конкретная позиция, как они должны играть. Они играют всегда в пас, они видят друг друга, и у них нет таких ошибок, как были у Сыбанабалки. Следующая игра состоится через неделю. Футболисты Анапской на выездном матче встретятся с командой поселка Виноградный Олимп. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Бломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 8 мая в Анапе ожидается пасмурная погода. Возможно, дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ночью прохладнее, 14 выше 0. Ветер северо-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 15 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров – отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий – всего 1500 рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным.